Откровение. Что будет с детьми умершей Пугачёвой? Сегодня у артистов в моде суррогатные материнства. Посторонние и часто оставшиеся неизвестными женщины родили детей для Сергея Лазарева, Дмитрия Майкова, Филиппа Киркорова, Алены Атмы. Но многие ли артисты, решившись на смелый шаг в уже зрелом возрасте, смогут потом поставить детей на ноги? Об этом размышляют телеведущие Алена Водонаева. Аллу Пугачёву часто критикуют за то, что она решила завести детей в таком возрасте, говорит Водонаева. Я не готова её осуждать, могу лишь сказать, что сама бы на такое не пошла, как не решилась бы родить 56 от 78-летнего супруга, как это сделали Эммануил Виторган женой Ириной. Конечно, все они заслуживают уважения за смелость, но я не такая отважная, и у меня более строгие взгляды на родительство. Не такие эгоистичные, заверила Алена. Во сколько лет эти дети останутся без родителей? Смогут ли их папы и мамы поддерживать своих юных активных детей в их увлечениях и играх, когда те подрастут? Не воспитают ли маленьких старичков? Но с другой стороны, огромное количество людей провели всё своё детство с бабушками и дедушками, пока родители тяжёлым трудом добывали средства на хлеб насущный. Непонятно, с чего вдруг Водонаева стала размышлять о том, что будет с детьми умершей Пугачёвой. Примадонна, слава богу, ещё собирается дать концерт по случаю 70-летия, а выглядит сегодня сексуальнее и страннее иных молодых звёзд. Это я для деток своих стараюсь. Моё самое большое желание, мой стимул, чтобы дети видели во мне моложавую маму, не жили молодящуюся бабушку, всегда подчёркивает певица. По словам Водонаевой, который приводит жена в 7 дней, Пугачёва и Галкин своим примером доказывают, что медицина сегодня способна подарить семье с возрастными или другими проблемами здоровых детей.